Доброе утро! У нас сегодня второй день Крым-блог-феста. Вадим Экстримов гуляет, нам машет ручкой, поприветствуем его. Пойдем дальше. По программе сейчас должна начаться зарядка. Вот такое вот утро скалистым. Солнце уже высоко. Доброе утро! После зарядки у нас будет завтрак с Крымским молочным комбинатом. Проведут нам экскурс и по их продукции. Но это, в общем-то, один из самых главных наших спонсоров. Утрочка сладенькая, приятная. Все покажем, все расскажем. Уже не черниговская. Закрасили. Первый раз работаем с брендами. Крымская. Да, закрасили. Закрасили черниговская. Крымская водичка наша. Вот это всегда должно быть потолочкой. Молодец, он и позвонок. Один из спонсоров нашей встречи. Комбинат Крым. Пиво безалкогольный комбинат Крым выпускает самую лучшую продукцию минеральной воды. Лимонад. Лимонад вообще, ну, просто вкус детства. Действительно, как те три копейки, которые когда-то мы любили пить из автоматов. На сахаре. Дополнительно у них новая линейка продукции вышла. Появились энергетики. А также Крымкола. Так сказать, импортозамещение. По-крымски. Теперь замечательная крымская вода в стеклянных бутылочках. Не только в класс массе. А также очень вкусное крымское безалкогольное пиво. Нулевочка. С шашлычком попробовали. Очень вкусно. Еще один проснулся. Хорошо спалось? Да. Да. Хорошо спалось. Отлично. На зарядку! Просыпаемся! Четыре. Шесть. Шесть. Восемь. Интересно, с чем мы сейчас будем мешать этот завтрак? А? С утра-то пораньше. Вадим. Ну, учитывая, что у нас спонсор. А где второй нож? Крымский молочный завод Азбука Крыма. То, конечно же, наверное, с йогуртами. Да? Сто процентов. Мне нравится. Она густая, но она без искусственных каких-то вот этих, знаешь, загустителей. Крыму все натуральное. Да. И еще персики под Тибелем самые дешевые были. Забросы. 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 Это мой выбор. Сейчас будем завтракать. И еще один оба шутка. В 2014-2015 году Джанкойский молокозавод прошел полную реконструкцию. Работает сейчас на полных мощностях. Это примерно 300 тонн в сутки молока. Отсюда и натуральная продукция. Не используют искусственные добавки. Ну, все местные и так знают, что это очень вкусно и полезно. А вот те, кто приезжают, имеют возможность попробовать действительно качественную молочную продукцию. Всем рекомендуем. Пишите отзывы. И, в принципе, вот с России сколько она молочного не привозит. Вкуснее, чем Джанкойская. Я еще не пробовала. У них очень широкая линейка продукции. Это все обычные молочные напитки. Это масло, это сыры. Сметана вкуснейшая. Ну, в общем, стоит попробовать. И поймете, что плохого вам блогеры наши крымские не посоветуют. На озере можно покататься на сапсерфе, на водном велосипеде. Стоимость полчаса 500 рублей, час 800 рублей. Также есть и поинтереснее аттракционы. Это вебсерфинг. И вода в одной части, там родники губы, глинулись пласты. И вода хлынула за ночь. Этот карьер образовался. За одну ночь. Даже над ней осталась и техника, и часть готовой продукции. Пытались ее отсасывать, эту воду через помп. Не получилось. Слишком большой напор воды. Делать большой воды. Да. Попали в русло подземной реки. И быстро все, за одну ночь, все это наполнили. Ну, смотри, какая благодать что-то стала. Да, да. Вообще здорово. И мы облюбовали вот в 15-м году это озеро для катания. Для бегмоги. И стали развивать. Это вот получилось. Нет, ну, мы, конечно, я доволен, что приехал. Я здесь когда-то был, года 4 назад. Как-то так я сначала, и не понял, проездом просто ездили. И ездили на обсерваторию. Так, заехали сюда. Сейчас вы едите. Это стройки просто. У нас хорошая вся инвестор. Будем строить за ночью аквапарк на берегу больших. Типа, как бы, надо варить. Мы сами топительские. Местные только по названию. Ясно. Спасибо. Да. Планы хорошие. На территории есть различные кафешки. Очень удобный пляж. Можно в тенечке позагорать и на солнышке. Даже некоторые палатки ставят, приезжают. В камышах рыбачат. Есть у них кемпинг с довольно-таки хорошими номерами, с удобствами. Но это я вам немножечко попозже покажу. Сейчас мы пойдем с вами купаться. Смотрите, какая красота. Просто озеро чистейшее. Пресная вода. Не искупаться просто невозможно. Тем более жарко. Погодка просто шепчет. Если ребята осуществят свои планы. Здесь действительно будет аквапарк наподобие Банановой Республики. Но тут, конечно, народу поприбавится значительно, я бы сказала. Место действительно шикарное. И когда на море качка, как говорится, то есть такие волны, что не зайдешь в воду, то здесь отдыхать самое то. Если вы на своей машине, ехать с любой точки Южного берега или Западного берега примерно одинаково недалеко. С 11 часов дня у нас были полезные встречи. В частности, с Валентиной Венинковской, генеральным директором городской инновации. Потом с представителем пиво-безалкогольного комбината «Крым», которая пообещала нам провести на комбинате экскурсию для блогеров в один из выходных. Так что, возможно, мы скоро еще все встретимся на очень интересном мероприятии. Обязательно покажем это вам. Генеральным партнером нашего фестиваля была волна в мобайл. Их представители разыгрывали подарки, делились тоже интересной информацией по развитию сети, по покрытии, о ребрейдинге их логотипа. Да, сами, все, сами. Прям вот от и до. Прям вот от и до. Нет, подожди, мы нанимаем людей. Зеленый чай, крымс и ягодный. У нас большая семья еще тоже, тетя, сестра, вот мы, жену. Мы всей семьей, да. У вас семейный бизнес, да? Да, придумала все, Женина мама. Как у нас бизнес по Ялтинске начинается? Начинается с парапета всегда. Сам что-то попробовал, кто-то что-то сшил, кто-то что-то слепил. Вышел на парапет, посмотрел. Просто я вижу часто в видеоролике в вашей инстаграме. Наверное, мама, да, ходит в город и показывает. Тетя, 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 тетя. Тетя, 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 тетя. Мам, к сожалению, нет уже. Мы продолжаем. Молодцы, да. Упаковочка красивенькая. Что-то здесь делали. Хочу деткам взять вот такой на пробу. Слабо косметический. На продукцию ребята презентовали. Дарили много подарков. Устроили нам чаи пить. Чаи действительно очень вкусные, ароматные. Оценили мы их и дома позже. Поэтому тоже рекомендуем. Их можно приобрести даже на Валборис. Заказывать. Попозже я сходила в кафе. Посмотрела на условия и на то, какая здесь кухня. Я люблю оценивать кухню по тому, как готовят салат Цезарь. Он редко получается действительно сочным. А тем более сделать курицу сочной это мало у какого кулинара получается. Но в этом кафе, я хочу сказать, им это удалось. Салат Цезарь действительно у них получился хороший, сочный и очень аппетитный, вкусный. А дальше нас ждал вот такой вот сюрприз. Вильмин, который шел более получаса. Купили билеты ребята на вилдсерфинг. Андрюха Домогедовский пошел кататься и начался вот такой вот милый. Ему это не помешало покататься. Он спортсмен. А после дождя пошла Аленушка. Мальчик будет сейчас играть, как в компьютерную игру с ней. Ну, поехали. Ножки прижми. Удачи! Ну, пошли. Какая умница! Встала и пошла. Да? Она во вкус войдет, походу. Будет кататься. Ну, а сейчас покажу кемпинг, в котором нас расселили. С одной стороны домики семейные, с душем внутри, прям санузлом. С другой стороны домики с двумя комнатами, посередине санузел. Ну, вот в комнате две кровати, вот такие вот. И тумбочка с вешалкой. Пару стульчиков, пару стаканчиков в номере есть. И есть кондиционер. Кондиционер я не сняла, но можете поверить мне на слово, он имеется над окошечком сбоку. Так, дела. Крымский персичек сейчас помоем. Ну, за одним покажу вам, какие у нас душевые тут. Вот такая вот ванная комната, можно сказать. Имеется все необходимое. Тут есть и туалетная бумага, и мыло душевое. Все чистенькое, новенькое. Такое нигде ни плесени, ничего нет. Все вот прям вот свеженькое. Бойлер стоит. Унитаз все-все хорошенькое, такое пластиковое. Ну, класс. Так что вот так. Сейчас помоем персик и будем дальше отдыхать. Немного атмосферы с нашего вечера. Поет Иван, муж Аполлинарии. Такая вот красивая молодая пара. Ну, а мы дальше продолжаем отдыхать. Близится вечер. И готовимся к шашлычку. Ялтинский лук. Это самый. Вы уже собрали урожайство. Вау. Много у вас сейчас лука в наличии. Какая красота. Взяли еще один участок, увеличилось количество лука. Молодцы. И качество. Потому что на новой земле он был лучшим луком. Приехал. Вот такая красота. Смотрите, какая красота. Такой лучок мы тоже возьмем домой. Обязательно. На этом канале все только крымское. Что касается еды. Да, с едой. Все крымское. Все будет в описании. Найдете самую полезную информацию. Яна, любишь лук? Вот у меня Лена тоже любит. Тоже возьмем. Нет. Запрудная. В каком месте он должен расти? Чтобы он был вкусным, сладким. Попробуй. Друзья, вы знаете, я слышал в этой истории про голубой золи, что там идеальный там где-то еще, где-то еще. Но на самом деле, если он настоящий, ялтинский лук, он может где угодно ворачивать. Конечно, никто не спорит. Вот. Но, да, но только вот смотри, Вадим, место произрастания очень важно в том, что смотри, виноградник. Виноград выращен на подморье, и виноград выращен в горах. Будет разных вкусовых качеств. Так же и вино, соответственно. Это зависит и здесь. Микроэлементы нужны определенные. Фрукты и овощи, чтобы он был с определенного вкуса. Микроэлементы сладости не дают. Микроэлементы это кальций, магний, матрии. Ну, понятно, но качество продукта, оно зависит от полноценности. Ну, пускай там магния будет чуть-чуть больше. И что? Даже зависит наклон с земли. То есть бугорки вот эти вот, понимаешь? Я понимаю. Даже помидоры я выращивала в прошлом году в одном месте. Они у меня вкусные настолько были. В этом году на бедной почве у себя вырастила. Надо ее обогащать. Вообще, те же самые сорта, но вкус другой. А вы как считаете, кто прав в этом споре? Кто пробовал настоящий ялтинский запрудненский лук? Пишите в комментарии. Я убью тебя, лодочник! Все возле шашлычка. Андрюк по каблучке, жена не разрешает. Сама ведет. У нее классно получается. Ну, а мы прощаемся. Крым блог фест 2022 прошел у нас очень успешно и удачно. И хорошая новость это то, что мы создаем ассоциацию блогеров Крыма. И выходим на совершенно новый уровень. Пока-пока!